Субтитры делал DimaTorzok 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 Очень яркое событие И вот этот фрагмент, в котором дается описание этой последней битвы, это наглядное противопоставление между Иисусом и Сатаной А давайте противопоставим прежде всего их происхождение, то есть откуда они появились А в 11 стихе мы с вами читаем о том, что Иисус приходит с небес, здесь написано, что Он всадник на белом коне А небеса это источник добра, источник того, что благо А также Его называют здесь верный и истинный И нам легко узнать, кто это такой, потому что в первой главе мы уже встречали В пятом стихе использование слова верный, когда об Иисусе Христе говорится, что Он верный свидетель На протяжении всей книги Откровения, от начала до конца, Иисус Христос представлен нам как верный, как истинный, как тот, кому можно доверять Он также на белом коне А белый конь, по крайней мере в римском мире, символизировал победу Обратите внимание на конец 11 стиха, здесь написано, что Он праведно судит и воинствует, то есть справедливо Здесь можно перевести, что воинствует с праведностью или праведно воинствует То есть это не просто такая ситуация, когда ему уже все надоело, у него истерика и он решил всех судить, нет, то есть он судит праведно Мы знаем, откуда у нас появляется Сатана Мы с вами читали о том, что он вышел из бездны Враги Иисуса последовали за сатаной, который вышел из этого ужасного места, называемого бездной Девятнадцатая глава, двадцатый стих Обратите внимание, что здесь говорится о том, что был схвачен и зверь И вместе с ним был схвачен лжепророк До этого они совершали много чудес и обольщали тех, кто принял их начертанием Поэтому, противопоставляя Иисуса Христа и Сатану, мы можем сказать, что Иисус Христос верный и истинный, а Сатана обольститель лжец Дела Иисуса Христа, все, что он делает, он делает праведно, а дела сатаны неправедные Он творит злодеяния Следующее противопоставление, которое мы видим в этом фрагменте, это противопоставление праведности Иисуса Христа и неправедности Сатаны, нечестия Сатаны Вот эта тема неоднократно повторяется в книге Откровения Бог праведен, Сатана неправеден И вот это очень важно помнить для того, чтобы понимать причину судов, основание для суда Мы с вами говорили о том, что Иисус воинствует праведно И в 15 стихе мы с вами можем увидеть, что Он управляет Божьим гневом Посмотрите, как об этом написано Он топчет, точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя А в данном контексте точила это уже не имеет отношения к урожаю Как мы разбирали до этого образ урожая, образ жатвы Здесь уже речь идет о суде Невозможно успешно противостоять праведности Поэтому это нечто замечательное и прекрасное, когда праведность торжествует над нечестием Потому что каждому из нас нравится торжество справедливости И нам всегда нравится, когда человек, которого, например, угнетали или эксплуатировали И к нему относились неправильно Потом торжествует и все-таки добивается справедливости над своими угнетателями Потому что праведность по своей сути, по своей природе должна быть победоносной Должна одерживать победу В Божьем мире праведность всегда побеждает Он также мстит за пролитую кровь своих последователей Обратите внимание на его одежду в 13 стихе Он был облечен в одежду, обогренную кровью Богословы дискутируют по поводу того, что символизирует эта кровь на его одежде А мне, например, не очень нравится теория о том, что это кровь грешников, которые окропили его одежду Мне кажется, что это слабая теория Но с другой стороны, вот эта теория о том, что это может быть его собственная кровь, пролитая на кресте В общем-то, не неплохая теория, вполне подходящая в данном случае И очень много сходства между кровью Иисуса Христа, пролитой на кресте, и кровью святых Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия И расширению библейского образования От нас зависит, будет ли христианское образование доступным Поддержите наш проект молитвой и финансами Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Можно также увидеть противопоставления между последователями Сатаны и Иисуса Христа Последователи Христа одеты в белые одежды 14 стих И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный весон белый и чистый В 8 стихе мы с вами видим, что дано было ей, невесте, облечься весон чистый и светлый Весон же есть праведность святых Здесь мы видим толкование, что означает это белая одежда То есть это люди с преображенной жизнью, это люди освященные Я думаю, что период Великой скорби был очень сильной, освящающей силой для многих людей Эти люди одержали победу, они торжествуют победу В 15 стихе мы видим еще одно противопоставление Из уст же его, а здесь имеется ввиду Иисус Христос, исходит острый меч, чтобы им поражать народы И в 21 стихе То есть мы с вами не будем заниматься войной, не мы будем воевать Исходя из этого фрагмента, мы видим, что все делает Иисус Христос От Него идет суд Итак, последователи Иисуса Христа победители Последователи Иисус Христос Последователи Иисус Христос ожидают бесчестия Здесь говорится о том, что все птицы напитались их трупами Теперь, пожалуйста, Андрей Мы видим, что святые не участвуют в войне И они говорятся о том, что оружие берешь не стоит брать В данном случае они участвуют в войне в качестве наблюдателей И они оправдывают Можно сказать, что это кровопролитие Которое происходит в результате действия Иисуса Христа То есть они на старание того, что люди этого заслуживают То есть это не может быть пацифизмом Потому что они не вообще против того, что против войны Или всяких военных действий Даже если они не берут в руки оружие Они все равно на стороне Иисуса Христа, который воюет То есть они его поддерживают Поэтому вот этот фрагмент нельзя использовать для того, чтобы найти обоснование для пацифизма Итак, мы остановились на том, что последователи Сатаны ожидают бесчестия Я очень часто говорил на протяжении всего нашего курса По откровениям, что постоянно встречается Божья милость Божья благодать И вот этот фрагмент, это тоже замечательный фрагмент о Божьей милости Хотя вот мы читаем и кажется, ну где здесь благодать, где здесь может быть милость А милость Божья заключается в том, что Бог заранее говорит нам о неизбежном конце тех, кто будет следовать за Сатаной То есть вот у нас эта книга, книга Откровения, уже почти две тысячи лет на руках И уже очень много было сказано в книге Откровения Уже достаточно было сказано для того, чтобы можно было принять решение и последовать за Иисусом Христом Поэтому победа Иисуса Христа тоже неизбежна Об этом говорит не только книга Откровения, а вся Библия целиком А если мы выберем ту сторону, которая проиграет битву То и мы будем поражены, мы будем проигравшей стороной А если мы будем союзниками Иисуса Христа То мы одержим победу Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария Субтитры создавал DimaTorzok